Управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зоев признается, обращаясь к профсоюзному активу, «хочу ощутить обратную связь, чтобы вектор своих усилий направить в позитивную сторону и решать те вопросы, которые ожидает коллектив трубников». Михаил Васильевич обратил внимание, что актив профсоюза Северских трубников обновляется, значит, тем более надо поговорить о производственных делах. Управляющий директор сообщает, что в этом году завод работает успешно, выполняет все производственные показатели. «С начала года у нас выполнены показатели и по выполнению заказов, и по объемам производства, и по чисто экономическим показателям чистой прибыли, и по, сколько мы отчитываемся по международной системе финансовой отчетности, значит, по показателю ЕБИДА мы тоже единственное предприятие, которое этот показатель на сегодняшний день выполнили». Сидящие в зале довольны такими показателями, тем более, что флагман трубно-металлургической компании «Волжский завод» не выполняет производственных показателей. Вот и «Таганрог» работает с убытками, и лишь два уральских завода в составе ТМК акционерами ставятся в пример другим. Идет прирост по производству труб относительно прошлого года. 9 месяцев этого года к плановым, то по трубам у нас 102,5%, в том числе бесшовные 103,3%, сварные 101,6% – это относительно плана, я говорю. Непрерывно летая заготовка 103%, сталиплавильный цех 101,2%, немножко, но перевыполняя. Если в целом сложить, то у нас получается, что вроде как на конец года у нас просматривается сверхплановая продукция чуть ли не в 13 месяц получается. Очень неплохо работает. Естественно, это неплохая работа, и база, которую мы с вами заложили в прошлом году, позволила нам доказать увеличение роста заработной платы. Фонд оплаты труда в этом году у нас с вами подрастает на 22%. Михаил Зуев сообщает о том, что средняя заработная плата по итогам 9 месяцев составляет 24 703 рубля. Однако, видя производственные показатели трубников, сегодня руководство обратилось в ТМК с обращениями об увеличении фонда оплаты труда. Планируется закончить год со средней заработной платой по заводу 25 900 рублей. Тем более, добавляет Михаил Васильевич, что на заводе и есть такие технико-экономические показатели, которые считаются абсолютно рекордными. Чего стоит только показатель по браку. Он равен всего лишь 0,23%. Вот и в городе мы должны быть первыми, говорит Михаил Зуев. Если посмотреть объем реализации товарной продукции, в целом промышленного потенциала города, получается, что в прошлом году, например, где-то реализация товарной продукции была 28 миллиардов в городе. Из 28 миллиардов почти 25 миллиардов это была наша реализация. Но у нас с вами работает сегодня 7 тысяч человек, а в городе 70. Именно исходя из этих цифр, продолжает управляющий директор, социальная нагрузка для Северского трубного завода должна быть пропорционально объемам нашего производства, а значит, нашей возможности. Северский трубный завод, как ни одно, наверное, и другое предприятие, сохранил на своих плечах весь социальный комплекс. Практически весь. Северский трубный завод сегодня много делает для того, чтобы решить вопросы по тем социальным объектам, которые нам не принадлежат. Например, детские сады, школы. Мы с вами за прошлый год финансовый потратили 304 миллиона, могу ошибиться, но 314-304 миллиона на наши социальные нужды, на все наши дела социальной направленности. Мы в прошлом году потратили полтора миллиона на проектирование детского сада, который вот сейчас в южной части будет запускаться. Это наш вклад, так сказать, в решение этой проблемы, потому что в мэрии денег нету, и отсутствие проектной документации не позволяет им участвовать в областной программе, поэтому мы этот вопрос профинансировали. С одной целью удовлетворить максимально наших трудящихся в этой услуге. Сегодня понимаем, что надо еще сделать серьезный шаг вперед, поэтому еще на один детский сад мы сегодня подписали договор на разработку проектно-сметной документации. Она будет готова в 1 января, и в следующем календарном году значит детский сад, где сегодня расположено управление образованием, переоборудуется обратно под детский сад. Профсоюзные лидеры узнали, что завод будет активно заниматься реализацией жилищной программы. Надо добиться того, чтобы на предприятии не было нуждающихся в жилье работников, а лишь нуждающиеся в улучшении качества жилья. Теперь завод откажется от многоэтажного строительства. Следующий проект завода – это танхаузы, двухэтажные дома. Кстати, касаясь социальной ответственности, Михаил Зуев заметил, что градообразующее предприятие не откажется от помощи детским садам, школам, будет поддерживать спортивные сооружения. Надо, чтобы ситуация в городе менялась в позитивном направлении. Когда вместо того, чтобы, когда пришла беда, надо плечо к плечу становиться и помогать решать эту вопрос, у нас там находятся люди, которые полощут всех подряд, но при этом сами ничего не делают. Вот такого не должно быть. Значит, все делают люди, и все улучшения в этом городе, которые происходят, их тоже делают люди. Надо сказать, что позитивные изменения этого года, они горожанам заметны. И вот, к моему удивлению, правда, все же относительно, но по итогам сезона, по сути дела, по работе по благоустройству, или как это правильно называется, город Полевской оказался победителем областного конкурса. Больше всех в этом году отремонтировали дорогу, запустили, наконец, в южной части новую котельную, которая, закончив наладочные работы, обеспечит гарантированное обеспечение и тепловыми ресурсами, и горячей водой. Наконец, эта проблема снимется. Хотя, надо сказать, что мэру в этот раз досталось, как никому, и я вынужден был просто его даже психологически поддерживать в этот период, пытался найти вариант, как можно помочь. Но, слава богу, все завершилось, и выдержал он все эти нагрузки, и, к удовольствию горожану, решил эту проблему. Управляющий директор, подводя итог встречи, сообщил профсоюзным лидерам, что его гражданская позиция – это участие в процессе обновления города, и Северский трубный завод должен быть флагманом и в этом направлении. Ольга Фролова, Максим Исаенко, новости нашего города.